2018 год для вас такой вот как бы 20 лет как вы возглавляете эхо москвы и по моему 20 лет вашей семейной жизни да конечно потому что я сделал предложение лени ровно через три дня после того как я был избран главным редактором в девяносто восьмом году а то есть решили что теперь можно теперь можно себе позволить употребили слово лохмат и вас такой вид разноченцы но вот эти ваши знаменитые ковбойские рубашки вот это все это не некая такая мимикрия что вот вы не хотите чтобы вас видели влиятельного медиа менеджера состоятельного человека то есть познаете евгений я думаю что сложилось случайно сначала сложилось потому что мне так было удобно мне удобно так носить рубашки мне удобно я последний раз был у парикмахера если я скажу вам в 1825 сразу после восстания декабристов это будет приблизительно верно меня очень долго стригла моя бабушка уже в школе в десятом классе уже бабушка папина мама просто приходил она брала ножницы такие отстригала клок у меня тоже все это было а потом говорила сакраментальная фраза а теперь будем равнять вот а и потом жена сейчас подстригает и все я не хожу в парикмахер проблем неудобнее не хочу не тянет один раз был где-то в поездке и нужно нужно было там идти куда-то во фраке мне сказали что ну вот алексей не буду говорить куда алексей алексеевич на плохом английском моем а значит вот нужно немножко давайте мы вас отведем вам немного тут приведут принц чарльз туда к не ходит к нему же и меня там немножко тогда но это продолжалось два дня после чего все дыбом и опять само собой вот так что мне так удобно а теперь конечно это мой имидж я стараюсь его не нарушать я если я пришел бы куда-нибудь в гладкой рубашке народу спросил что случилось и кстати когда ребенок мой пошел в первый класс уже десять лет до десять лет тому значит жена ему погладила форма там была такая пиджачок белая рубашка скал мама 1 сентября утром мама ты чё мы венедикт и выходим в клетку и пошел в клетку да то есть ну вот это конечно еще часть игры мне не мешать пиджаки мне жмут можно сказать но скажем есть так называемый дедушкин пиджак это которым я женился это свое время значит когда приезжала сюда английская королева шеф протокола ельцина дядя володь шевченко сказал я тебя не пусть но извини но это вот все это было до королевы был некий прием при крови нужно было в смокинге но это уж совсем не по мне а вот был такой прием неформальный и был куплен пиджак имени бориса николаевича ельц назывался дедушкин пиджак когда пришло время жениться я в нем и пошел и конечно у меня есть три пиджака 4 но у меня есть там разрешение например шефа протокола еще вот ельцинского ходить без галстука да там прием хожу без галстука на пиджачок надо надевать ельцинский ходить без галстука на москва шефа протокола еще и вы физически перемены Редактор субтитров А.Семкин